С 2015 года до бесконечности. 112 дольщиков ждут свои квартиры по проезду соляное позиция 5. Схема стандартная. Поверили, вложились. Компания-застройщик не выполнила обязательства. Процедура банкротства. Все свободны. Покупатели квадратных метров ютятся по съемным квартирам. И вот спустя 6 лет появился, если и не свет в окошке, то хотя бы отцвет надежды. Заявлено – дом достроят. Репортер республики Екатерина Шиверова спросила у дольщиков, верят ли они еще в свое светлое будущее в своих стенах. Разрушены фундаменты груда металла. Вот и вся диспозиция на пятой позиции по проезду соляное. Андрей Егоров вложился в квартиру в 2016. С тех пор в его жизни произошло много хороших событий. Но с жилплощадью это, к сожалению, никак не связано. За все это время я успел погасить ипотеку, успел познакомиться с женой, родить дочку. У дочки уже год и три месяца. И дома как нету, даже ровно площадка, один стройматериал только лежит – мусор. Застройщик должен был сдать дом в 2017-м, но посчитал, что никому ничего не должен и просто обанкротился. Люди остались ни с чем. Мы использовали материнский капитал и часть взяли ипотекой в банке. Но вот так получилось, что наш объект завис. Будем надеяться, что что-то сдвинется. Квартиру мы брали по программе «Жилье для российской семьи». По-моему, так она называлась. Хотели жить в этом районе, чтобы было поменьше транспорта, поближе к Волге. И только в конце прошлого года объект под свою опеку взял Федеральный фонд защиты прав дольщиков. Бедомство приняло решение о достройке проблемного дома и выделило на это средства. На сегодняшний день фонд защиты прав дольщиков имеет право на финансирование проблемных домов в случаях, если первоначальный застройщик не являлся юридическим лицом, не имел законных прав на земельный участок или не получил разрешение на строительство. Также обманутые дольщики могут получить помощь от фонда, например, когда в отношении застройщика введена процедура банкротства, недострой находится на участке, на котором допускается строительство, объем строительных работ выполнен не менее чем на 50%. Фонд защиты прав дольщиков принял решение о достройке данного объекта и выделении соответствующих средств из федерального бюджета. Стоимость застройки на сегодня оценится 444 миллиона рублей. Из них 440 нам предоставляет Федеральный фонд. На сегодняшний день, во втором квартале текущего года, данный объект перешел региональному фонду защиты прав дольщиков. По результатам обследования конструктивных элементов выявлена необходимость демонтажа выполненных конструкций, в связи с тем, что они непригодны для дальнейшего строительства. В связи с этим сейчас ведутся демонтажные работы. Сейчас под контролем Федерального фонда защиты дольщиков в регионе строятся и достраиваются два многоквартирных дома. Еще один Минстрой Республики планирует передать ведомство в ближайшее время. А в Новочебоксарске фонд не стал достраивать дом по Зеленому бульвару. Там тоже были только фундаменты, сваи дольщикам выплатили компенсации. Екатерина Шиверова, Татьяна Трофимова, Бахтияр Велеев, Республика.